Фонд социального страхования охраны труда формируется за счет выплат хозяйствующих и бюджетных организаций. Хозяйствующие – это частные коммерческие предприятия. Они перечисляют фонд 2% от заработной платы сотрудников, бюджетные – 1%. Однако не все организации ежемесячно, исправно и в срок осуществляют эти выплаты. Потому что в основном нам задолжались строители. Ведь у нас был строительный бум, огромнейший. Вы помните или нет, строительство детских садов, больниц и так далее, школ, стадионов, площадок. Это очень хорошо было, это было здорово, естественно. Но, понимаете или нет, поступления, вот они якобы, значит, например, нам говорят, что нам не дали соответствующую сумму, чтобы вам перечислить. То есть где-то миллионов 800 строители задолжали строителям. И, естественно, они, соответственно, нам не перечисляют соответствующую, значит, процент. Из-за того, что с 2013 года строительные и энергетические организации не перечисляют средства фонд социального страхования, в прошлом году сильно изменилась доходная его часть и, соответственно, расходная. Существенно снизилось число трудящихся, отдохнувших на курортах Северного Кавказа. В 2012 году было предусмотрено 8 миллионов, в 2013 году было предусмотрено 10 миллионов, в 2014 году тоже 10 миллионов. В этом году мы тоже оставили эту сумму 10 миллионов рублей. Но дело в том, что в 2014 году мы как бы захлебнулись в этом вопросе, потому что на самом деле из-за отсутствия денег мы практически очень мало людей посылали на отдых. Это буквально процентов 4-5, представляете, от всего. Путевки в Кисловодск и Минводы существенная, но не основная статья расходов фонда социального страхования. В основном средства идут на социальные выплаты для временно нетрудоспособных граждан, пособия по беременности и на воспитание ребенка до полутора лет и другие цели. На погребение, на оздоровление наших детей. Единственное пособие сегодня составляет на рождение ребенка работающих родителей 13 500 и на неработающих родителей 10 200. Согласно индикативному плану, фонд социального страхования в течение 2015 года поступит 112 миллионов 357 тысяч рублей. Но председатель фонда сомневается, что сумма будет именно такой. Надеяться на то, что что будет поступление к нам сюда 100% нет никогда. Потому что всегда, если мы планируем, скажем, 90 миллионов, то поступит не 90, а хотя бы по крайней мере 75-80. Это процентов 80 в исполнении. Потому что процентов исполнения я за 18 лет своей работы еще не замечал. Для развития фонда, как рассказывает Заурмалия, во-первых, необходимо, чтобы в его бюджет поступало не менее 80% от запланированного дохода. А во-вторых, чтобы все организации-должники выплатили все свои долги перед фондом. Мария Накотова, Сосрыква, Гуха, Абаза ТВ.